Энергичным шагом Ольга Голодец буквально как молния пронеслась по коридорам перинатального центра. Зампреда правительства встречали федеральные чиновники и саратовские медики. В коридорах пациенты, будущие и бывшие. Центр заработал 4 года назад. Здесь специализируются на сложных родах и сложных детях. Выхаживают малышей от 500 граммов. Саратовским медикам Ольга Голодец поставила на будущий год задачу. Снизить младенческую смертность до европейского уровня. Ультразвуковое исследование, отделение детской патологии, реанимация, операционные. На осмотр перинатального центра у Голодец ушло меньше 20 минут. Дальше зампреда ждут в детском саду, гимназии и музее. И все-таки в Саратов Ольга Голодец прилетела не ради того, чтобы побывать в новом детском саду и сходить в музей. Основная цель – провести заседание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних. На совещании в Академии права федеральные областные чиновники подвели итоги летнего оздоровительного отдыха. В этом году в лагеря попало меньше детей-сирот, инвалидов и ребят в трудной жизненной ситуации. Для тех, кто получил путевку, в некоторых регионах организовывали специализированные профильные смены. У нас есть в этой части опыт накопленный, причем не всегда он не справился позитивно. Примерно служит сегодня замечательным во многих отношениях Саратовская область, где во имя 2010 года у меня самого лично пришлось ввести расследование гипервоспитной экологии «Чистые ключи». Вопрос, который мы сегодня смотрели по организации детского отдыха, он представляется очень серьезным, потому что именно на летний период, к сожалению, приходится значимая часть преступлений, совершаемых несовершеннолетними. К Саратовской области у федеральных чиновников ни претензий, ни особых похвал нет. Просто пригласили – они и приехали. Анна Головчинская, Игорь Шишилин, Новости, Телеобъектив.